Элемент, он же модуль, он же активность под названием тест, позволяет учителю и преподавателю проектировать и строить контрольные опросы, состоящие из большого разнообразия типов вопросов, в том числе множественный выбор, верно-неверно, короткий ответ и перетаскивание изображений текста и другие. Эти вопросы хранятся в банке вопросов и могут быть повторно использованы в различных тестах. Для работы с тестами необходимо понимать настройки теста и как происходит создание теста. Режим редактирования добавить элемент, это вы знаете. Первый вопрос работа с банком вопросов. Банк вопросов это функция, которая позволяет учителю, преподавателю создавать, просматривать и редактировать вопросы в базе данных по категориям. Категории могут быть на сайте, в системе, в курсах или в тесте, или в категориях курсов. Вопросы в этих категориях могут быть добавлены также через процесс импорта. Учитель или преподаватель входит в банк вопросов для создания или редактирования теста. Сущность категории в тестах. Все вопросы в тестах всегда организованы по категориям. Изначально каждый курс имеет только одну категорию под названием по умолчанию плюс название курса. Будет правилом хорошей практики создавать больше категорий, чтобы организовать банк ваших вопросов. Например, по одной категории тестов на каждую тему в курсе. Это не только облегчает поиск вопросов, но и делает использование случайных вопросов и их согласования более простым и удобным. Вы можете создавать иерархию категорий, поскольку вы можете создавать подкатегории внутри родительских категорий. Для добавления или изменения категории нажмите на ссылку «Категории». Их можно редактировать, перемещать вверх-вниз, делать подкатегориями и добавлять. Окно работы с вопросами показывает вопросы из выбранной категории. Вы просто выбираете эту категорию из списка «Выберите категории» и используя соответствующий флажок ниже этого меню. Вы определяете, следует ли также отображать вопросы, находящиеся в подкатегориях. Категории с общим контекстом. Категории вопросов могут представлять из себя вложенную иерархию контекстов, в которых размещены вопросы. Доступ к контекстам, например, на уровне системы, зависит от разрешений, назначенных для доступа в системе. Для получения более подробной информации следует обратиться к ссылке «Тесты в контекстах». Добавление нового вопроса. Нажмите вкладку «Вопросы» для доступа к странице в банке вопросов. Из списка «Выберите категорию» в раскрывающемся меню выберите ту категорию, в которую вы хотите добавить вопрос. Эта страница будет меняться с показом вопросов в этой выбранной категории. Здесь пусто. После нажатия на кнопку «Создать новый вопрос» выберите тип вопроса, который вы хотите создать в раскрывающемся вот этом меню. Например, «Множественный выбор». Заполните форму для типа вопроса, который вы создаете. Каждый тип вопроса имеет свою собственную форму и имеет свои собственные варианты правильных и неправильных ответов. Нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части формы. Следующий вопрос. Редактирование, дубликаты, предварительный просмотр, удаление и перемещение вопросов. Каждый вопрос в банке вопросов имеет 4 иконки, которые позволяют редактировать, быстро дублировать, осуществлять предварительный просмотр и удалить вопрос. Вопрос не может быть удален, если он уже используется, например, при тестировании. Для того, чтобы сделать копию вопроса, нажмите на значок «Дубликат», второй слева, и копия экрана редактирования покажет вам этот новый вопрос. Вы можете либо отредактировать эту копию, или просто прокрутить вниз и переместить этот вопрос в другую категорию или под категорию. Например, выделяйте и перемещайте его в другую категорию. Советы и приемы. Всегда старайтесь просматривать вопросы после их создания. Например, вот так. Помещайте в название вопроса правильные ответы так, чтобы вы могли быстро видеть эти ответы, когда студенты спрашивают про какой-то вопрос. Это особенно полезно, если вы имеете дело с большими наборами вопросов, как здесь. В настоящее время еще нет возможности просмотра категории с ответом на вопросы в списке вопросов. Экспортируйте вопросы в формате «GIFT» или «Xmail Moodle», а затем импортируйте их в элемент «Лекция». В будущих версиях банк вопросов будет доступен как в «Лекции», так и в «Элементе тест». Сейчас этого нет. Следует помнить, что в то время, как некоторые вопросы могут повторяться в «Лекции» и в «Тесте», но некоторые вопросы могут быть разными и в «Лекции» вообще могут отсутствовать. При этом подсчет баллов и сортировка результатов для каждого студента будет являться более надежным в «Тесте». С другой стороны, каждый ответ на вопрос в «Лекции» имеет переход, связанный с его результатом. Это необычная функция, которой нет в «Тесте». Обратите внимание на статистику тестирования, как я показываю сейчас. Нажмите «Результаты», «Статистика» и вы увидите колоссально подробную статистику по результатам проверки знаний ваших студентов. Это статистика. Это анализ вопросов. И статистика по позициям «Индекс легкости» и «Эффективность дискриминации». Как уже говорилось, используйте «ГИФТ» или другие режимы экспорта. Но уже для распечатки вопросов и ответов ваших тестов. Подсказки. Грамотное использование макросов в текстовом процессоре, функции поиска и замены могут привести в порядок файл «ГИФТ» для печати. Например, для рабочей программы дисциплины. Следующий совет. Заметки в названии вопросов при сортировках. Вот так можно сортировать вопросы. И в названии вопроса может быть «Делайте копии» для ускорения работы с однотипными вопросами. Вставляйте изображение в области содержимого с текстом вопроса. Это позволит предотвратить копирование текста для быстрого поиска в поисковых системах. Уменьшайте другие скрытые коды, которые Word, OpenOffice и другие программы могут вставить в ваше описание. Для исключения этого используйте программу «Блокнот». И, наконец, совместное использование и управление банками вопросов. По умолчанию учителя и преподаватели могут управлять вопросами только в контексте курса, где у них есть права. Но вы можете настроить их роль так, чтобы позволять делиться вопросами и использовать вопросы в более крупном масштабе, более массово. Вы можете также создать специальную роль общесистемного менеджера банка вопросов, вместо того, чтобы давать права на уровне администратора или управления доступом ко всему сайту, человеку, решающему такие узкие вопросы. Продолжение следует...